привет всем от слова из америки со стажем сегодня хотелось бы рассказать вам о детских садах но опять же с предоговоркой что это все относительно моего штата коннерикат и моего города стэнфорда потому что в другом городе в другом штате вещи могут быть абсолютно по-другому наши дети ходили на полставки как здесь говорят part time но part time может быть абсолютно разный в разных садиках даже в одном и городе большинство садиков на полставки они хотят чтобы твой ребенок был целый день но например два раза в неделю там с 8 утра до 6 вечера потому что им все равно надо нанимать человека мы нашли всего пару садиков которых part time был совершенно по-другому part time или полставки было с девяти утра до до 12 дня потом забираешь своего ребенка и нам так больше нравилось потому что мы могли забрать привести домой и он мог спать свой дневной сон своей кроватке вот опять же садики отличаются многими вещами как например в некоторых садиках у нас мы всегда собирали еду с собой нашим детям а есть садики в которых эта еда уже включена есть садики в которых еда можно за нее заплатить отдельно естественно если вы будете сравнивать с репортажами например из бруклина то там во первых и цены на садики будут намного меньше чем у нас и это будет намного уже включена в эту стоимость поэтому естественно в бруклине я так понимаю ходить в садик дешевле чем у нас насколько дешевле ну вот смотрите наш ребенок сейчас трехлетка он ходит в садик по общаться с другими детьми в котором в группе у него человек 67 два учителя он ходит три раза в неделю понедельник среда пятница с 9 утра до часу дня и за это мы платим 7000 долларов за год с сентября по конец мая и при этом мы еще и собираем им еду не самый дешевый вариант вот особенно если тебе надо при этом как-то им заниматься во вторую половину дня или няню там нанимать которые тоже стоят недешево цены на нянь в нашем городе они от 17 долларов в час и далее потому что оказалось скорее всего детей больше чем людей которые хотят работать нянями и немножко спроса цена на предложение поменялись вот так продолжаем о наших садиках вот когда наш старший перешел с трех дней понедельник среда пятница на 5 дней в неделю с 9 до часу то цена за такой садик уже подскакивает до 13000 долларов в нашем городе нет такого понятия как садик для всех потому что в принципе начиная с нулевки можно пойти в государственную школу за которую платить не надо если ты хочешь ну или можешь ходить в частную школу и платить за это дополнительные деньги но именно весь садик это уже или ты сам или няни или ходишь в частные садики и частные садики могут еще быть не только как официальное здание куда ты приходишь сдаешь ребенка ну и просто кто-то организовал у себя дома там например переоборудовали нижний этаж для детей и можно туда приводить своего ребенка естественно в нашем штате есть нормативы на это например для новорожденных до 1 года по нормативами лицензиям у тебя должно быть на 2 новорожденных до года должен быть один взрослый с возрастом это немножко расслабляется например я так понимаю до где-то четырех лет там примерно один взрослый на 4 45 ребенка и это все в пределах нормы естественно везде случаются разные косяки о которых периодически читаешь в новостях иногда все-таки страшно отдавать своего ребенка но есть детские садики в которых все-таки не страшно насколько как тебе комфортно и вот этот садик который мы ходили детям и жене очень нравился нам очень повезло что когда наш старший пошел у них была группа принципе группы существуют чуть ли не с трех с одного месяца потому что здесь такого понятия как декретный отпуск официально государством уровне и почти не существует в нашем штате и в нью-йорке можно взять до трех месяцев который тебе вроде как оплачивает государства и в принципе ну плюс твой отпуск и вот он весь твой декретный отпуск поэтому и существуют такие предложения что ребенка уже можно оставлять чуть ли не с одного месяца потому что надо выходить на работу продолжать зарабатывать деньги такой вот он трудовой лагерь усиленного режима называемая америка в наших районах опять же если кто-то делает репортаж с другого штата с другого города могут быть показания могут отличаться естественно вот наш старший уже сейчас пошел в минус первый класс и и его он мог бы продолжать ходить в тот садик который он ходил для него там группа есть но та группа уже стоила почти 15 тысяч долларов в год чтобы продолжать туда ходить и это уже немножко зубы кусались и отдали мы нашего старшего в частную школу потому что у них как раз был вариант для возраста его детей и они при этом да у них официально тоже цена такой группы тоже почти 15 тысяч но так как это уже большая школа особенно частная ты всегда можешь подать документы на финансовую помощь в принципе вне зависимости от того сколько ты зарабатываешь потому что например в этой в нашей конкретной частной школе они учитывают на твоем заявлении все не только сколько ты денег зарабатываешь но и сколько ты денег тратишь на свою квартиру сколько ты денешь денег тратишь на машины на кредиты там на няньку на еду и все все такое прочее поэтому в принципе нам сделали довольно таки существенную скидку и садик для нашего старшего он получился 9000 можно сказать всего потому что исходя из начального оценников 15000 скидка довольно таки значительные при этом эта школа еще заманивает не только тем что они тебе дают скидку чтобы ты просто начал к ним ходить твоему ребенку понравится эта школа и соответственно но они тебя так зацепят но и тем что такая вот скидка у нас и плюс часы что получается чем в садике который он ходил в этом в этой школе наш старший он с 8 30 утра до 3 30 дня и да при этом мы все равно продолжаем собирать ему еду с собой на скажем так обед и плюс два снэка утром и вечером потому что да можно за отдельные деньги купить еду в кафетерии но мы попробовали и к сожалению нашему ребенку не понравилось поэтому ну может быть он конечно и походил бы через какое-то время и начал бы это все есть но пока мы обойдемся одним стрессом что мы просто поменяли школу которую надо привыкнуть поэтому вот такие вот цены на то чтобы у тебя был твой ребеночек и сколько это стоит ему вообще пообщаться с другими детьми потому что во двор выйти двора как такового нету все живут же свои отдельные дома мы живем многоэтажки в центре города вокруг которого там детских площадок раз-два и общался это нет такой коробки из четырех-пяти домов и внутри которой там детская площадка куда пошел с другими детьми твоего дома пообщаться поэтому за общение приходится платить дополнительные деньги но в других наверное местах может быть чуть-чуть по другому где-то наверное дешевле где-то есть садики которые обеспечиваться государством для малоимущих мы не попадаем в эту категорию потому что малоимущие считаются максимум по количеству людей в семье плюс минимальной прожиточной корзине которая мне кажется где-то 1012 в год я не совсем понимаю как на это можно прожить а там семья из пяти человек тебе считается там 50-60 тысяч то есть как-то не совсем понятно откуда растут ноги у этой потребительской корзины на которую как-то надо непонятно прожить вот так что вот если у тебя зарабатываются деньги нету возможности бесплатный садик то тогда надо давать полноценный садик а если надо еще и продолжать работать туда конечно твой ребенок может быть в садике с до восьми утра до чуть ли не шести вечера пока будешь пахать на благо капитализма и отдавать пол своей зарплаты чтобы в это время а то и больше чтобы кто-то в это время сидел с твоим ребеночком чтобы ты мог продолжать работать вот так что вот такие вот пироги сдавание ребенка в детский садик все всем пока